Вот здесь планируем сделать центральный вход, будет арка из цветов, кусты будут выкручены, заборчик будет покрашен, чтобы дети могли с родителем подойти, полюбоваться, дети могли зайти, полить. Заведующая 81-го детского сада рассказывает, как преобразится территория. В начале мая педагоги разработали концепцию озеленения под проект «Удобряй». Выиграли. Пришло лето, и пришлось работать не только над воспитанием детей, но и на клумбах и грядках. Труд не в тягость. Первые плоды уже есть. Мы вместе с детьми посадили дуб, мы посадили сосну, мы посадили ель. Правда, они еще маленькие, но на протяжении многих лет дети будут наблюдать, как из маленького саженца вырастает большое дерево. Очень огромное большое спасибо всем родителям. Они приняли участие, они принесли цветок, они переживали за нас, успеем мы или нет. Кто-то носил землю, то есть огромное было участие родителей. «Удобряй» в этом году стал одним из победителей городского конкурса по экологическому просвещению. Финансовую поддержку в полном объеме оказал филиал «Азот», акционерное общество «Объединенная химическая компания «Уралхим» в рамках программы «Уралхим детям». Первопроходцами стали 10 детских садов и 3 школы. Все лето воспитанники будут удобрять землю, выращивать цветы и овощи, узнают о защите природы и о компании «Уралхим», познакомятся с ее миссией и слоганом «Потому что еда нужна каждому». Молодежное движение «Лига лидеров» представили проект «Удобряй». Я считаю, что замечательный проект, они привлекли много учреждений дошкольного образования, учреждений дополнительного образования. И если дети с самого детства, особенно в игровой форме, будут узнавать что-то новое, а тем более применять это на практике, получать какие-то навыки, то тем лучше они в будущем уже будут с новым экологичным мировоззрением. В 81-м детском саду планируют высадить более 200 растений, в том числе 5 многолетних деревьев. Здесь уже смонтировали 6 экообъектов, созданных по произведению Николая Носова «Незнайка». А березняковские коротышки, совсем как сказочные, теперь знают, как сделать так, чтобы их сад рос и цвел. «Мы должны помогать растениям, чтобы они хорошо росли. Для красоты и для пользы. Например, ягоды с помощью них и может им поесть, если оголодаемся». Подведение итогов проекта «Удобряй!» состоится во Всемирный день удобрений 13 октября, и возможно, это поможет березнякам вновь преобразиться в город-сад. А дуб, посаженный Машей Кирпиковой и Сашей Орловой, будут поливать уже их внуки и правнуки. Цикл жизни дерева составляет порядка пяти сотен лет.